Рядовой Ефим Герасимович Базлов ушел на фронт из Фрянва в 1941-м. Единственной связью с родными служили письма. Последнее пришло в 1943-м. Приходило письмо, они должны были встретиться в Щёлкове, тётя Настя и мамка, но поезд ушёл. И они решили, что раз санитарный поезд, он, наверное, был ранен. Потом писем не стало. Родные считали Ефима Герасимовича пропавшим без вести. Во время очередной экспедиции в Запорожье, в воронке от немецкого снаряда, украинские поисковики нашли останки красноармейца и ещё троих советских солдат. Знак гвардии был найден при нём. Это та самая записка, которая лежала вот в этой гильзе. Поисковики украинские нашли останки солдат. У одного из них оказалась записка, которую смогли прочитать. И дальше уже через интернет начались поиски родственников. По просьбе родственников, волонтёры военно-патриотического центра Северо-Западного федерального округа доставили останки в Россию. В Ленинградской области их передали поисковикам щёлковского отряда «Витязь». Они находились там на раскопках. Поисковая работа проходила в рамках благотворительного проекта «Путь домой». На въезде в щёлковский район экспедицию встречали участники клуба внедорожников «Браверс 4х4». У мемориала фронтовикам в Литвинове родные встретили бойца. В последний путь провожали с почестями всем поселением. На центральном мемориале воинской славы во Фрянове в строгой выправке замер почётный караул. Десантники – юнормейцы. С Ефимом Герасимовичем пришли проститься племянница, невестка и внуки. В щёлковском районе появился символ чести, верности и преданности всех нормальных людей, проживающих и в Украине, и в России. Потому что такие люди. И там, и здесь, в большинстве. И все вместе мы должны понимать, что подвиг, который совершили наши предки, никогда не должен быть забытым. Ефим Базлов – первый поднятый поисковиками солдат из Щёлковского района, который был опознан и переправлен на родину. Наш дедушка, мой свёкор, вернулся к нам. Теперь мы его похороним рядом с бабушкой. И спасибо очень большое поисковикам, всем, кто проделал эту работу. Поисковики вручили родственникам погибшего медаль, шагнувшую в бессмертие. Ею награждаются солдаты, офицеры и гражданские люди, погибшие при защите Отечества. Похоронили земляка на старом кладбище рядом с супругой Анастасией. Имя рядового будет увековечено в 30-м томе книги Московской области по Щёлковскому району. Михаил Налютов, Сергей Василевский, Валерий Жегли, телерадиокомпания Щёлково.